О зеленых насаждениях, об уходе за ними и требуемых мероприятиях по дальнейшему озеленению поведали сегодня собравшимся ответственные чиновники. А вернее, о расхождении цифр с реальностью в докладах и полной неразберихи в данной сфере. Первым отчитался главный регулятор природных ресурсов области. Прозвучала информация об инвентаризации зеленых насаждений в населенных пунктах Октябрьской области, которая, как ни странно, еще не проводилась. В 2015 году Акиматом области был разработан региональный план мероприятий по озеленению населенных пунктов Октябрьской области и созданию зеленых поясов. В 2018 году был разработан пошаговый план по воспроизводству лесов и лесоразведению, в соответствии с чем утвержден ежегодный объем создания зеленых зон в населенных пунктах до 2030 года. В 2019 году запланировано 100 гектаров, в настоящее время в населенных пунктах создано 46,8 гектаров. В 358 населенных пунктах области должна быть зеленая зона на площади 11750 гектаров, но в настоящее время только в 25 населенных пунктах она имеется на площади 5750 гектаров. При этом докладчик посетовал, что озеленение не проводится должным образом лишь потому, что не проведена инвентаризация по причине отсутствия средств. От депутатов посыпались вопросы, в том числе и о качестве ухода за уже имеющимися растениями. Жители нафига района, городского центра, областного центра, районных центров, они выходят, принимают таким участием посадки. Но, наверное, должны быть все-таки люди закрепленные и несущие ответственность за это, за всхожесть этих зеленых насардей. У нас... Ну, то есть, какие меры принимаются? То есть, неправильно планирование в этом отношении. Вы говорите, есть какие-то программы. Они должны выполняться, то есть, если кто-то делает, то должна быть какая-то программа. И расчет в том же, что будет высокая проживаемость. Эта работа так и будет продолжаться. Поэтому надо городу и районам надо выделить деньги бюджетные, нанять там специализированные предприятия и дальше надо работать. А сейчас то, что мы сажаем, вот, это на основе, вот, тендер, город, тендер на основе, бюджетные деньги выделят и еще за счет спонсорской помощи сажают. Это то, что сажают спонсорскую помощь, это действительно никто за это не отвечает, они сажают, потом они даже вот полив дальше не осуществляется. Поэтому такая ситуация. Замкнутый круг проблем выявили и другие слушатели. К примеру, о том же утвержденном плане мероприятий. Первое утверждение. Был разработан план. Второе утверждение. Многие пункты плана не выполняются. Например, первый пункт не выполняется, где нужно было провести инвентаризацию с привлечением специализированных учреждений. Вы объясняете, что инвентаризация необходима для того, чтобы составить план. План был, он не выполнен в плане инвентаризации, которая необходима для того, чтобы этот план составить. Замечательное утверждение. Еще раз подчеркиваю, что инвентаризация зеленых насаждений позволит разработать схему озеленения населенных пунктов. Следующая строчка. А в 2018 году был уже разработан пошаговый план по воспроизводству зеленых насаждений. При том, что инвентаризации и собственных зеленых насаждений не было. Но план пошаговый даже разработали. Не зная, чего делать и что у нас есть. Пошаговый план мы разработали на основе на одного человека, на тысячу человек 7 гектаров, до 12 тысяч жителей населения. А больше 12 тысяч населений на тысячу человек 9 гектаров. Из этого мы определили вот этот объем насаждений. Скоро не были привлечены специализированные организации, не была проведена инвентаризация. Где сажать, сколько сажать их, с какими родителями бороться. Главное по 7 гектаров наш тысячу душ посадить, а там дальше хоть не растет трава. Она не растет. Приживаемое зеленых насаждений составляет 60%. Причина – ненадлежащий уход, некачественная посадка, при этом спросить, как оказалось, неского. После высадки деревьев ответственность за их рост берет на себя природа. Организации, осуществляющие работы по озеленению, такими обязанностями не наделены, пояснил докладчик. Да и сколько было затрачено средств из бюджета на эти цели, он тоже затруднился сказать. Если с 2014 года взят, по 2019 год половина, то у нас 520 тысяч деревьев должно расти. 520 тысяч. В прошлом году мы выделили, это я просто говорю, только озеленение. Я еще до цветников не дойду. Миллиард 30. В этом году миллиард 93. Доклад рассыпался на глазах у присутствующих, а докладчик выглядел школьником, не выучившим урок. Но при этом нерадивый ученик упорно просил деньги из казны, чтобы все исправить. Такое ощущение, что вам выгодно, чтобы не делать инвентаризацию. Когда нет инвентаризации, нет учета. Нет учета, можно все рубить. А если бы была бы инвентаризация, был учет, то каждое дерево бы имел свой номер. И чтобы его вырубить, вы в соответствии с правилами зеленых насаждений знаете, что надо делать. Задают вопрос, вы не можете ответить. Почему полив и спокойно нам здесь даете информацию, что там 60% якобы выживаемости, 40% с минусом. Более логичным оказался доклад второго спикера. Заместитель Акима города доложил об обстановке уже в пределах областного центра. К слову, в самом Актубе инвентаризация зеленых насаждений проводилась в 2017 году. Исполнена она была на 30%. Инвентаризация зеленых насаждений в микрорайонах выявила следующие количественные показатели. Всего насчитывается 37 132 деревьев и кустарников. Из них 97,35% лиственных пород и 2,65% хвойных. На территории города Актубе общая площадь цветников составляет более 35 тысяч квадратных метров. Многолетних трав – 123,5 тысяч квадратных метров. Для проведения работ по посадке цветников и уходу за газонами выделены суммы 421 миллион 200 тысяч тенге и 78 миллионов 400 тысяч тенге соответственно. Высажены цветников на площади 34 339 квадратных метров. Подрядными организациями то Самгау и то же Суланфлора проводятся работы по уходу и поливу. Вопросы депутатов возникли к докладчику опять же по поводу цифр. Для завершения мероприятий по подсчету растений была запрошена сумма 46,6 миллионов тенге. Но возникли недоразумения. Для полного видения картины председательствующий запросил основания, на которых были сделаны подобные расчеты предстоящих расходов. И настоял на знакомстве с книгой учета по проделанной части инвентаризации 2017 года. Впрочем, вопросы по озеленению оказались слишком серьезными, чтобы уместиться в рамках одного совещания. По всем прозвучавшим докладам и мнениям депутаты приняли соответствующие рекомендации. Похоже, что вернуться к данной теме придется еще не раз. Ирина Гудь, Жеслан Жубаев, программа «Факт». Редактор субтитров А.Семкин